Очень классным блюдом я хочу предложить вам разнообразить свой ежедневный рацион, сытные, интересные, при этом совсем не сложные и действительно вкусные, грузинчики попробовать однозначно стоит. Начинку готовить можно не только из свиного фарша, как в данном случае, но и из куриного, кроме указанных овощей вы можете добавить еще сладкий и острый перец, например, чтобы подливка была более пикантной, подавать к столу блюдо можно с овощами или сметанным соусом. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Блюдо наверняка придется по душе всем поклонникам пельменей. 2. Для начала займемся тестом, просейте в глубокую мисочку муку, добавьте соль и вливайте тонкой струйкой воду. 3. Готовое тесто оставьте отдохнуть на 15 минут. 4. Тем временем можно заняться начинкой, мясо вымойте, обсушите и пропустите через мясорубку с 1 луковицей, добавьте соль и специи по вкусу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Очистите вторую луковицу и морковь. 6. Лук измельчите. 7. Отправьте на сковороду с небольшим количеством масла. 8. Натрите на терке морковь. 9. Добавьте к луку и жарьте еще пару минут. 10. Раскатайте тонко пласт теста. 11. Выложите фарш. 12. Аккуратно сверните рулетом. 13. И нарежьте небольшими кусочками. 14. Обжарьте в разогретом масле. 15. До румяной корочки с двух сторон. 16. Обжаренные грузинчики залейте томатным соусом. 17. Сверху выложите овощи. 18. Добавьте щепотку сахара, немного соли и перца по вкусу. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку. 19. Томите грузинчики около 20 минут до полной готовности. Время может увеличиться, если у вас более крупные кусочки. 20. Подавать к столу их лучше горячими, но и холодные они по-своему вкусны. 20. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. 20. Такие продукты будут нужны. 21. Вода 200 мл. 21. Мюка 500 г. 22. Мясо 350 г. 22. Луковица 2 шт. 23. Морковь 1 шт. 23. Томатный соус 100 мл. 23. Растительное масло 2 ст. л. 23. Соль и перец по вкусу. 24. Количество порций 6-8. 25. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.